Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодняшнее видео будет посвящено ДПМу и той чухне, которую я якобы несу. Почему говорю именно такими словами? Потому что буквально пару часиков назад я был вынужден удалить один из комментариев под своим видео. Бро, ты не обижайся, пожалуйста. Я думаю, ты понимаешь, о ком речь идет. Я не допускаю на своем канале нецензурные высказывания. Вот если бы ты свое субъективное мнение по поводу того, что я говорю в видео или что я показываю, написал на нормальном языке, без использования матерщины, которую могут прочитать в том числе дети и женщины или девушки, которые заходят ко мне на канал. Но, соответственно, твой бы комментарий остался, я бы на него ответил и на этом бы, я думаю, мы с тобой, может быть, пришли бы к какой-то точке общей, ну а может быть, к общему знаменателю не пришли бы, вопрос не в этом. Я просто говорю к тому, бро, что я не буду допускать на своем канале наличие мата как с моей стороны, так и со стороны зрителей, либо комментаторов под моими видео. Поэтому, ребятки, я не против, абсолютно не против вашего субъективного мнения, вашей критики, к которой я периодически прислушиваюсь, но я против нецензурной лексики и прямого хамства. Ну а в том числе против агитации каких-либо и подобной гадости. Итак, ребят, что касается комментария, который был. Мне было закинуто по поводу того, что ДПМ, это ДПМ и нехрен типа рассказывать по поводу того, что ДПМ может быть каким-то разным. И на примере, в частности, Шкоды Т27, вот этого вот аппарата и Проги 46, я хотел бы вам объяснить, ну и в частности тебе, мой любимый зритель, который нахамил мне, почему я говорю по поводу того, что ДПМ ДПМ урозен и что не весь ДПМ необходимо считать таким, какой он есть на самом деле. Смотрите, для того, чтобы понять, о чем я говорю, давайте переключимся на сравнительную табличку, о которой ты мне, товарищ, написал. Ну и, коль тебе хочется посмотреть именно в табличине, пожалуйста, показываю табличку, по поводу которой ты мне говорил, что, мол, типа, возьми и сравни в таблице. Сравниваю, смотрите. Прога 46 и Шкода Т27 действительно имеют практически одинаковый ДПМ и даже чуть-чуть там с каким-то мизером, пускай на 3%, ДПМ лучше у Шкоды Т27. Пробитие лучше там, короче, то есть, ну, здесь как бы все понятно, да, выстрелов в минуту практически одинаковое количество, даже Шкода типа делает выстрелов больше. Здесь тоже спорить не буду, но здесь есть, ребят, один маленький вопрос и нюанс. О чем я говорил? Я говорил о том, что ДПМ не надо смотреть по той цифре, которая заявляется у вас непосредственно в характеристиках машины. По одной простой причине, потому что ДПМ, он должен быть реализуемый, да, то есть, насколько ты можешь реализовать возможности ДПМ. Что такое ДПМ в нашей игре? ДПМ это количество урона, которое в идеальном, в идеальном, ребят, моменте игры танк может нанести в течение минуты. То есть, образно, если вы подъехали к какому-нибудь товарищу, который, допустим, спит, станете сзади него там, будете ему в корму, в самое мягкое место, закидывать урон, выстрел за выстрелом, производить выстрел, как только перезарядились. Таким образом, Шкода, ой, простите, Прога нанесет 2042 единицы урона в среднем, да, то есть, это не точная цифра, а средняя цифра, стоя в спокойном состоянии и 100% постоянно пробивая, как я уже сказал, как только ты перезарядился. Что себе может позволить Шкода? То же самое, один в один. Но только нюанс заключается в том, что на Проге 46 реализуемый ДПМ выше. Что значит реализуемый? Это в моменте игровом, в настоящем живом бою Прога 46 будет чаще отбрасывать, чем Шкода. Шкода откинет своих 3 снаряда, которые есть у нее в магазине, и она уйдет на перезарядку на целых 16 секунд, ребят, это с учетом того, что есть оборудка и есть амуниция. И вот эти 16 секунд на Шкоде необходимо каким-то образом выжить. Особенно если вы находитесь в стычке с врагами, она обладает плюс-минус такой же броней, как и Прога 46. Подвижность практически такая же. Но в эти 16 секунд, ребят, вы не будете отбрасывать, а в вас кидать будут. И вам необходимо либо слинять куда-нибудь, да, то есть скрыться с горизонта и дождаться перезарядки, что является правильным геймплеем на данной машине и абсолютно грамотным решением. Ну а если вы уже находитесь в стычке и бежать вам некуда, вам остается только молиться и крутиться по максимуму, дожидаясь времени перезарядки. И только когда время перезарядки закончится, вы можете начать отбрасывать свои снаряды с промежутком в полторы секунды и опять уйти на перезарядку. За тот же самый игровой период времени Прога 46 дозарядит хотя бы один снаряд, и вы сможете кинуть еще урона вашим соперникам. И так будет происходить постоянно. Таким образом получается, что реализуемый ДПМ у Проги 46 у вот этого товарища выше, чем у Шкоды Т27. Если вы не до конца понимаете, о чем я говорю, давайте переключимся на 9 левел и посмотрим в отношении премов. Смотрим на КПЗ-70. КПЗ-70 имеет обалденную, ребят, обалденную альфу, которая, ну в принципе, для девятки суперская. 560 урона. Накидываешь 600, ну вот как бы практически каждый раз, когда бросаешь. Может чуть меньше. Но мне, честно говоря, КПЗ своей альфой нравится до безумия. А там дальше начинается время перезарядки в неполных 15 секунд. Это тоже с оборудованием, с амуницией. И в это время, с учетом его слабого бронирования и крайне редких рандомных рикошетов, в основном только от башни, а в верхний бронелист и в нижний бронелист, тем более, вас будут прошивать просто-таки на ура, вам это время необходимо пережить. И не факт, что до выстрела, до следующего вы доживете или успеете сделать там вместо двух выстрелов три. Вот когда вы сделаете два в замесе выстрела, до третьего вы, с учетом запаса прочности, вы просто, скорее всего, не доживете. Что же касается К-91. Да, у К-91. Немножко другие показатели и это барабан. Но даже на этом барабане, на 15.96, считайте, 16 секунд, с учетом оборудования, опять-таки, амуниции, вы эти 16 секунд проживете гораздо проще. И свой ДПМ, вот этот вот, тремя снарядами из магазина по 350 единиц альфы, а не по 600, вы реализуете гораздо реальней, чем на КПЗ-70. Хотя, ребят, если вы зайдете на КПЗ-70 и посмотрите на характеристики его пушки, вы поймете, что заявленный ДПМ здесь как бы тоже немаленький, да? К чему говорю? Говорю к тому, что, ребят, не заценивайте машины по вот этой заявленной цифре. Заценивайте машины в реальном бою и насколько вы реально сможете в течение игрового времени набрасывать свой урон. То есть, если вы на КПЗ-70 сможете сделать 3 выстрела, то с учетом косоты этой пушки, с учетом уровня пробития у этой пушки, есть вероятность того, что вы еще и не пробьете никого, а свое время на выстрел вы уже потратили. При этом К-91 с большей вероятностью пробьет вашего соперника и нанесет ему урон. Таким образом, получается, что хоть у них в целом ДПМ заявленный, я бы сказал, одинаковый практически, да, там, ну, есть разница, безусловно, но плюс-минус одинаковый, на К-91 он более реализуемый. Это единственное, что я говорил. Я умею пользоваться табличками, ребят, но я вам рекомендую, не смотрите на танки сугубо через призму табличенок сравнительных. Перестаньте вы верить ютюберам, которые открывают вам табличку и показывают, что вот, согласно табличке, этот танк лучше. Ребят, танк лучше тогда, когда вы умеете на нем играть, у вас получается, вы получаете удовольствие и вы реально в бою что-то можете. А то, что написано в табличке заявленные цифры, ну, это, как бы, знаете, на спидометре у Деу Ланос, по-моему, там тоже стоит 180 км в час. Но я что-то не видел летающих со 180 км в час Деу Ланосов по трассе. Ну, разве что в руках психопатов, и то, я не знаю, наверное, с горы какой-то большой. Короче говоря, ребят, если вы за честность, подписывайтесь на мой канал, я вам гарантирую честность, ну, и чистоту в эфире, это однозначно. Не пишите, пожалуйста, хамством, дабы я его не удалял. На данный момент, ребят, у меня все, всех благ, всего хорошего вам мира, ну, и обязательно спокойствия. Пока-пока!